Для того, чтобы молитва была сильной, для этого надо делать в неподвижном положении тела. Нужно или садиться в бабочку, когда человек в поясе бабочки сидит, стопы вместе, колени вдвое, спинка, можно в диван, то у него увеличивается спокойствие, спокойствие и умиротворение. Следующее положение – поза алмаза. Это ты с коленей вниз садишься. Понятно как? На колени сидишь и раз вниз сел. Поза алмаза. Понятно? Или нет? Методически все есть. Поза алмаза пробивает судьбу. Мне один человек рассказал к нему. Позвонили на работу, говорит, мы из налогово, мы к тебе сегодня приедем. Он сразу в позу алмаза, начал позе алмаза молиться. Они ему звонят, говорят, что-то мы сегодня не успеваем. Потом на следующий день опять звонят, мы что-то не успеваем. И он каждый день позе алмаза молится и не пускает их просто. Потому что поза алмаза, она отодвигает судьбу, не дает зайти в тебя в судьбе. Поза алмаза не дает зайти. И так они к нему не приехали, потому что он их не пустил. Поза алмаза молился. Все. Вот. Следующее положение тела – это на коленях. На коленях означает принятие. Вот муж ушел, а тебе надо побеждать судьбу, а ты не можешь принять ситуацию. Бунтуешь, топаешь ногами там. А, ненавижу, гад. А надо же побеждать судьбу. А для этого надо принять сначала судьбу. И поза на коленях дает возможность принимать. Стоишь на коленях, принимаешь. Или один мой знакомый говорит, я характер жены принял. Не мог никак ее эмоции принять, истерики. А на коленях начал молиться и принял характер жены. На коленях принятие идет. А когда человек стоит, он терпение вырабатывает. Не могу работать, не хватает терпения. Стоит тогда надо. Терпение вырабатывает. Есть еще поза лотоса или пол лотоса, когда ноги скрещиваются. Концентрация внимания усиливает. Сильное погружение, очень глубокое. Поэтому в основном все молятся вот в этом положении, потому что сильно увеличивается связь, память, концентрация. Понятно? Теперь следующее, что вы должны знать, что молитва всегда означает только одно. Это я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Спасибо тебе за все. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Господи. Молитва означает, что ты предаешься, как сливаешься с Богом, предаешься, соединяешься с Ним. И это через звук тех, кто молится, надо делать. Сливаешься с этим звуком и в их настроении все делаешь. Если вы хотите побеждать судьбу, читайте молитву медленно, очень долго, один звук. Погружайтесь. Слышали, как я делаю? Так, погружайтесь. Никуда торопиться не надо. Если у вас есть молитвенное правило, можете его прочитать там заранее. А если вы хотите побеждать судьбу, тогда вот так надо. Долго очень. Один звук. А-ля-м. А-ля-м. Долго. А-ля-м. 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 Долго. От сердца, от всего. Вот допустим, человек повторяет. Я тебя люблю. Я тебя люблю. А-ля-м. А-ля-м. Девушка говорит, слушай, скажи это нормально. Он, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. прочувствовать. Я тебя люблю, я тебя люблю. То есть, сердцем уже скорость уменьшается. Понятно? Победа над судьбой имеет свои этапы. У человека есть три круга судьбы. Они побеждаются всегда один за другим. Если первый не прошел круг судьбы, второй не начнется. Второй не прошел, третий не начнется. Первый круг судьбы находится внутри человека, в сердце. Там у нас в сердце находится шарик такой энергетический. И в нем настроение, наше чувство того, что происходит. Спокойствие или беспокойство? Чистота или грязь внутри? Плохо или хорошо? Мне плохо. Значит, первый круг судьбы не пройден. Потому что, когда первый круг судьбы пройден, у человека всегда в сердце спокойствия, он чувствует, что все будет хорошо. И в основном люди думают, что на этом все и закончено. Вот когда ты в сердце чувствуешь, все будет хорошо, это только 33% побед над судьбой. Ничего не закончено, все только началось. и эти круги судьбы переключаются друг на друга. Вот человек молится, молится, он первый круг судьбы проходит, ну месяца два-три, допустим, да? Молится, ему сначала от чувства, ааа, мне плохо, потом он сливается с музыкой, молится, как они, желает счастья, благодарит Бога, предается, служит, служит, повторяет медленно от всего сердца, не надо торопиться, если суетитесь, вообще ничего не получится. пробежать судьбу означает от сердца, вот здесь судьба находится сердце, медленно, поэтому надо. От сердца, я тебя люблю, от сердца, а-ля, чем медленнее и громче, тем глубже помнишь, тем сильнее. Понятно? И постепенно в сердце, вот у кого сейчас, вот вы повторялись со мной, сердце так, как-то спокойно стало, поднимите руку. Вот это значит, уже первый круг пошел побеждаться. Понятно? Значит, у вас не такая тяжелая судьба. У кого не стало спокойнее в сердце, поднимите руку. Значит, тяжелая судьба, или может, плохо слушали, не повторяли, может быть, вместе со мной. Но чтобы сердце лучше стало, надо включаться, надо повторять. Нельзя сидеть, скучать вот так. Олег Геннадьевич, аальха, я. Вот если вы на рынок пришли собачку покупать, и собачка сидит такая, хоть сколько у нее наград, вы ее покупать не будете, потому что она не включена, но если собачка, как бы, вы пришли, она смотрит на вас такая, хвостом деля, то вы сразу, о, моя, так, хотите побуждать судьбу, надо включаться, энтузиазм нужен, первый круг судьбы, муж ушел, все плохо, жизни нет, счастья нет, сердце разрывается, садимся рано утром, если человек до 6 процентов помолился 100 процентов концентрации, до 9 помолился 80 процентов концентрации, до 12 помолился 60 процентов концентрации, до 6 вечера помолился 40 процентов концентрации, до 10 вечера помолился 20 процентов концентрации. Чувствуете как 20 означает, что если в 8 вечера молишься, тебе в 5 раз надо больше времени, чтобы сделать то же самое. Поэтому утром надо хотя бы до 9 утра помолиться. Понятно? Исключение составляет совместная молитва. Если у нас совместный ретрик, то можно и в 10 вечера побеждать судьбу. Много людей, когда такая сила и пошло. Знаете, когда у нас совместная молитва, люди аж жар чувствуют, в жар кидают, в холод такие, они прям чувствуют сильное влияние очень. Кто из вас на ретрике был вживую? Вживую кто был? Да, потому что так замечательно. Кидало в жар в холод. Онлайн, всемирный ретрит онлайн был. Был, да? Был, да. Благость и... Здесь был. И вы чувствовали, да, так сильно очень? Понятно? Вот кто из вас молится, побеждает судьбу? Поднимите руку. Спокойствие в сердце появилось? А что, насчет чего вы молитесь? Ну, у меня 3 года декрессия была. Не, надо конкретно насчет чего-то. Вот кто насчет чего-то молится? Насчет родителей. Вот вы насчет чего молитесь? Более глубокое, преданное служение. Не, 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 давайте, когда события какие-то плохие. Насчет чего молитесь? Насчет старшего сына. Старшего сына. Спокойствие в сердце насчет сына появилось? Да. Контакт с ним пошел? Да. Он начал вас слушать? Нет. Нет. Вот смотрите, вы находитесь на 43% побед над судьбой. Вы 33% спокойствия в сердце. Потом дальше, второй круг судьбы, это ниточка, связь. Первый круг судьбы внутри меня. Там ничего не происходит, вот здесь происходит. Спокойствие в сердце у ней появилось. Первый круг прошел. Когда спокойствие в сердце появилось, вы почувствовали, что, наверное, все хорошо будет, можно и не молиться, да? Было такое? Был где-то месяца 2 назад, да? Еще раньше, да? Вот, а потом вы все равно заставили себя молиться и опять стало тяжело, да? Вот хорошо, хорошо, легко, спокойствие в сердце, потом опять тяжело заново. Поднимите руку, кто почувствовал, опять заново тяжело. Это вы переключились на второй круг судьбы, на ниточки, на связь переключились. Первый круг судьбы проходит, кажется, а, все нормально, все отлично. Второй круг судьбы, думаешь, больше молиться не буду, но заставляешь себя, потом раз, опять тяжело стало неожиданно. Ну, что такое вообще, все же нормально было, вспомнили, да? Вот, это второй круг судьбы. Первый круг судьбы внутри меня находится, второй круг судьбы между нами. Начинаешь молиться, и у тебя постепенно память улучшается о нем, о человеке, светлая память. Начинаешь думать о нем хорошо, перестаешь обижаться, нервничать, раздражаться, думать, лучше светлая память, пошла, 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 пошла. Потом раз, там 50% побед над судьбой. Ты свою работу сделал. У тебя все к нему классно, у него к тебе еще не все классно. И тут начинаются удивительные вещи. Ты молишься дальше, и у него к тебе меняется отношение. Ты уже его часть жизни начинаешь побеждать. И вот он раз, и он с тобой начинает общаться, разговаривать. Если сын, то слушаться начинает, слушать тебя, что ты ему говоришь. Хотя казалось, что это невозможно. Второй круг судьбы прочистился, означает, вы уже общаетесь. Муж ушел сначала в сердце отчаяния. Очистило сердце, спокойствие в сердце, все будет хорошо. А он живет с другой, как все будет хорошо. А вот все будет хорошо, потому что в сердце спокойствие. Второй круг судьбы, ты до этого с ним разговаривать даже не можешь, так обидно. А потом начинаешь молишься, молишься, молишься. Второй круг судьбы прошел. Ты с ним уже разговариваешь. Нормально уже общаетесь с ним. У тебя сердце спокойно. И есть возможность взаимодействовать. Он говорит, я тебе хуже думал, сейчас я тебе лучше думаю. Уже связь чистая стала. Он думает о тебе хорошо. И потом кажется тебе все нормально, но он не возвращается. Это значит, что только два круга судьбы ты прошел. А третий круг судьбы как будто опять заново и опять тяжело становится. Но на фоне этого тяжело, у тебя в сердце спокойствие и вы общаетесь. Но все равно тяжело внутри, когда во время молитвы тяжело. Потому что ты очищаешь свою судьбу внутри него. И каждый круг судьбы имеет свой экзамен. Если ты этот экзамен не сдал, то ты не сможешь победить судьбу. Вот молись, не молись, бесполезно. Во-первых, надо правильно молиться. Изучайте ретрит побед над судьбой, изучайте все правила молитвы, как концентрироваться, слушайте, пробуйте. Но первый круг судьбы не наступает, пока вы не приняли судьбу. Вот что значит принятие судьбы? Муж ушел, отпускайте руку, сейчас я буду говорить. Муж ушел. Несправедливость. Но судьба это не справедливость или справедливость? Это справедливость, которую очень трудно принять. Потому что ты кого-то там бросила в прошлой жизни, ты не знаешь ничего об этом. А в этой жизни получаешь пиндюли. Сразу возникает вопрос, а что не в прошлой? А потому что никто не хочет страдать. Вот как это работает? У вас в сердце есть добрые дела, благочестие ваше. Вы можете потратить куда угодно. Допустим, мужа бросили и в сердце говорите, я не хочу сейчас, чтобы мой второй брак был разрушен. Вот Олег Геннадьевич у меня будет разрушен. А я не хочу, я хочу счастливо жить, хоть я и бросила. И все ваше благочестие идет на это. Это значит, вы себе страдания оттягиваете. То есть в этой жизни прожили нормально, а в следующей вы же ничего не помните. И поэтому хрязь получаете по башке. Понят? Система. Поэтому не в той жизни, пока ты загрешил, а в следующей, потому что мы не хотим страдать, и Бог нам помогает не страдать. Но отвечать-то все равно придется за то, что ты сделал. Мужик пришел в кабак, говорит, дай рюмку. Выпил. Говорит, слушай, дай вторую, пока не началось. Раз, вторую. Дай третью, пока не началось. Когда платить будешь? Ну вот, началось. Мы не хотим, чтобы начиналось, да? Мы хотим нормально жить, но бедокурим, а потом думаем, как бы сбежать от ответственности. А Бог все помнит. На первом круге судьбы надо принять, что ты виноват. Если пока ты будешь думать, что он козел, там его сглазили, испортили, он гад такой, на кого стрелки будешь переводить, все время тебе не поможет. Пойми, что твоя судьба к тебе пришла сначала. А потом, как бы, подумай, да, он виноват, но я, у меня есть своя жизнь, свои проблемы, и я их решаю сейчас. Я тоже виноват. Когда человек принимает судьбу, свой крест несет, берет свой крест, это значит, что он начинает побеждать судьбу. Надо принять свой крест. Понимаете? И этот путь очень сложный. Принятие своего креста. Креста очень трудный путь. И этот путь показал Иисус Христос, когда он на голову ушел. Путь принятия судьбы. Он же тоже плакал там, в оливковом лесу. Не хотел принимать свою участь. Потом взял свой крест, и ему же, этот, Понтий Пилат же сказал, что ты можешь не ходить, если хочешь, я тебя отмажу. Он сам сказал, беру свой крест, несу. Так, принял свой крест. Зачем он это сделал? Потому что хотел Бог. И всегда запомните, в нашем случае всегда только один есть вариант. Если мы принимаем свой крест, то мы тогда на первый круг судьбы выходим. Если человек бунтует, не согласен, и думает, сейчас я молюсь, первый круг очищаю, ничего не получится. Никакого очищения не будет, потому что ты не согласен. Надо быть согласным сначала. И тогда первый круг судьбы спокойствие начинает. Сначала согласие, потом первый круг судьбы. Тяжело придется очень, надо. Тяжело как бы. Сердце очень бьется, очень тяжело, когда человек принимает судьбу. Вот смотрите, в чем разница. Когда ты не принял судьбу, для тебя ситуация — это страдание. Когда ты принял судьбу, это просто объем работы. Это трудность. Вот, допустим, посуда грязная на кухне, для тебя страдание. Ты ходишь, блин, думаешь, ай, гады, на свинячили, на день рождения. Все пришли, мыть никто не хочет. Мне самой мыть. На следующий день. Понятно? Это значит, ты не принимаешь судьбу. А когда заходишь на кухню, думаешь, одну тарелочку помою сегодня. Одну тарелочку начала мыть, потом следующую, вторую. Это уже называется объем работы. Ты уже не страдаешь, просто потихоньку чувствуешь, много работы, тяжело. Вот когда принятие судьбы означает тяжело, понимаете, тяжело, но ты не страдаешь. Да, муж ушел, да, как бы мы без денег остались. Тяжело, но ничего страшного. Это называется начальный этап принятия судьбы. Это значит, что ты принимаешь волю Бога. Понятно? Истина веры не означает только христианская вера истина. Истина веры означает, ты свой крест несешь. Не робчишь, не кричишь там, гады все, ненавижу, испортили мне жизнь, а просто говоришь, все, хорошо, я за всем согласен. Господи, спасибо за все, за учебу. Ты как учебу все воспринимаешь. От Бога мудрость, все страдания, а не как несправедливость все воспринимаешь. Перед тем, как это сделать, не будет победы над судьбой. Хоть молитесь, хоть убивайтесь. Победы над судьбой не будет. Понятно? Итак, первый круг мы решили, да, как? Принятие судьбы сначала, потом слушаем тех, кто молится, неподвижное положение тела, ранние утренние часы, алтарь ставим своей традицией перед собой, чтобы вдохновляться, свечи зажигаем, священный огонь, священный взгляд на священные предметы, коран или там святынию, ставим и дальше не двигаемся, мысленно можно кланяться. Во время молитвы очень важная вещь, очень важная вещь. Ни в коем случае не вспоминать, за что вы молитесь. Ни в коем случае это запрещено. Нужно это сделать перед молитвой. Сказать, Господи, я это делаю вот для этого. И после молитвы можете ему наполнить, если думаете, что он уже старый, у него склерозный. Можете напомнить еще раз сказать, я не забыл, что я вот для этого молился. Так вы будете делать. Вы смеетесь сейчас? Вы будете однозначно это делать. А время молитвы со всей силы надо отвлекаться, потому что ваша память будет возвращать вас к событию. А вы просто со всей силы от него отвлекайтесь, слушайте, благодарите Бога, слушайте, благодарите и вообще забудьте о том, ради чего вы молитесь. Только вспоминайте Бога, только вера означает, я забыла, Бог вспомнил. Вера, знаете, что значит? Я доверяю Богу. Он помнит обо мне, когда я помню о Нем. Если я думаю о себе, он не зайдет в мое сердце. Как только я Ему доверяю, отдаю свою жизнь, говорю, я хочу тебя ославить, не надоело думать о своей жизни. В этот момент он забегает, и там начинается все менять, потому что он знает, что надолго это не продлится. Пройдет уже секунда, и ты опять на себя думаешь. Вот. Со всей силы надо стараться отвлечься. Это нам помогает неподвижное положение тела. Алтарь, утренние часы, громкий звук, медленное произношение от сердца. Все это помогает включить память. Она включается глубже. Вы думаете, сейчас на меня все будут смотреть? Есть три объекта, объекта, привлекающие внимание. Первый объект — это дети. Вот если сюда ребенок встанет, никто на меня не будет смотреть, себе на ребенка будет смотреть. Второй объект, привлекающий меня внимание — красивые девушки. И третий — мудрые люди. Самые сильные дети привлекают. На втором месте красивые девушки, на третьем месте мудрые люди. Но если люди голодные, то это будет на первом месте. Ладно, ладно, всем достанется. Смотрите, сколько угощений. Когда вы увидите пищу намоленную, надо ее хватать. Потому что это милость. Милость должна залететь к вам в рот сама. Тогда, значит, Бог вам подарил милость, а вы хватаете там тайком. Итак, двигаемся дальше. Первое, что надо усвоить — принять судьбу всеми силами, да, стараться. Можно уже молиться для того, чтобы принимать судьбу. Если вы не можете принять судьбу, значит, неподвижное положение тела приняли, музыку включили, начали синхронно повторять. Всегда в молитве сначала входит энергия, потом выходит. Допустим, Аллилуйя тоже. Аллилуйя. Сначала в меня, потом отдаем. Альхамдулилия также. Альхамдулиля. Понятно? Любая молитва. Сначала входит энергия, потом отдаем. Входит энергия, входит. Ра-а-а. Расславляем Господа. Радуемся Господу. Понятно? Вот. Мы говорим сейчас не просто о молитвенном праве, который вы повторяете для любви к Богу. Мы говорим о победе над судьбой. Вот, допустим, победа над судьбой не повторяются длинные молитвы. Когда вы повторяете победу над судьбой, не надо читать азан, не надо читать намаз. Это вы можете делать три раза в день по правилу, по своему молитвенному. Но если вы хотите побеждать судьбу, это делается долго. В течение часа надо повторять день. Хотя бы 40 минут повторять молитву. Лучше час-пять минут, чтобы все пять слоев очищались еще. Потому что когда вы совмещаете, то у вас может блоки на любых слоях находиться, и вы когда стоите, то когда блок, то молитва прочищает эту зону психичную. А блоки тоже связаны там с окружающими людьми. Поэтому где как бы связь плохая, вы не знаете. Если все 65 минут стоите, то гарантия, что вы дойдете до этой плохой, отрицательной связи. Понятно? На первый круг судьбы побеждается, когда ты принял судьбу. Принял, значит, все чище, чище. Там раз, легкость, сердце. Легкость, первый круг прошел. Все, 33% побед на судьбу. Отлично. Хорошо, Григорий? Отлично, Константин. Все. Второй круг судьбы пошел. Вы думаете, у меня все уже, Олег Геннадьевич, все нормально. Нет, это первый круг судьбы. Второй круг судьбы. Раз, вы начинаете вспоминать о ваших отношениях. Резко. Это все хорошо в сердце. Потом молитесь, раз. Он меня не любит. Как же он вернется, он меня не любит? Отношения. Плохие, я его не люблю. Он отбедил меня. Второй круг судьбы. Забыли про человека перед молитвой. Это для наших отношений. Спасибо, Господи. Поехали. Слушаем, отдаем. Слушаем, отдаем. Слушаем всю молитву, отвлекаемся от своей проблемы. Только думаем о Боге. Слушаем Бога, впитываем себя в Бога, отдаем Богу. Впитываем Богу, отдаем Богу. В это время он все очищает там внутри. Ниточки наши. Мы сами очистить не можем. Если бы могли, ничего бы не произошло. Нашей энергии не хватает. Нужна энергия Бога. Для этого надо отвлечься. Самому не лезть туда своим сознанием. Не вспоминать. Вспоминать только о Боге. Все понятно? И это будет трудно сделать. Потому что мысли будут заставлять тебя думать о себе. А ты думаешь о Боге. Тебе музыка помогает для этого. Ну, не музыка, а пение. Хор. Для того, чтобы во второй круг судьбы включиться. Нужно тоже сдать экзамен. Вот в первый круг судьбы как мы включаемся? Я насовсем согласен. Все. Вспомнили песню. Интересный не тот, который на грудь, а тот, на которой грудь. Ты можешь там полумесяца носить, делать вид, что ты мусульманин. Но если ты не принимаешь судьбу, ничего не получится. Нужно вот свой крест взять и нести. И говорить, все, я согласен. Спасибо Господи за такую жизнь. Все. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Все. Приняли судьбу. Дальше идем вперед. Второй круг судьбы, чтобы начался, надо признать, что я по-доброму отношусь ко всем. То, что я люблю, обожаю, там, человек, который меня предал, украл у меня квартиру, там, собственность хочет обжать. То, что я его обожаю, просто я по-доброму ко всем отношусь. Потому что это дети Бога. Все дети Бога, это его дети все. С кем я взаимодействую, ниточки я очищаю. Я хочу доброты. Очищение означает доброта. Сначала доброта. Не люблю человека, а гад такой. Но я хочу доброты. Надо захотеть доброты. Не захотеть доказать ему, гад, ты понял? На кого ты надехал. Новорусский по дороге идет, каток не заметил, раз по нему каток проехал, он такой лежит. Этот, ну, слазит с катка, говорит, ой, прости, тут, говорит, отогни указательные пальцы. Отогни, 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 средние пальцы, отогни. Теперь ты понял, на кого ты наехал. Второй круг судьбы, так вы не сможете победить. Перед собой, как бы, пальцы к веерам делать, как бы, не получится. Понятно? Поэтому доброта. Доброта означает, все люди хорошие, но некоторые спотыкаются, ошибаются в жизни. Ничего страшного. Дальше начинается второй круг судьбы. Очищение памяти, светлой памяти. Допустим, близкий человек ушел из жизни, не отчаяние о нем мысли, а доброта. Доброта, как бы ни было, или положительная эмоция, или отрицательная, только доброта на втором круге. Я хочу доброты, чистая память. Некоторые, а зачем ты меня оставил? Нет, доброта. Хочешь вымолить человека, чтобы сердце не болело, когда ушел из жизни человек. Первый круг судьбы принятия, некоторые не принимают. Второй круг доброта к человеку. Светлая память. Как говорят умершему, светлая память тебе. Светлая память – это второй круг судьбы. Или девушка говорит, у меня муж ушел из жизни, я о нем постоянно думаю, и не могу выйти заново замуж. Он меня не пускает. Как отвязаться от него? Не надо отвязаться, надо пройти три круга судьбы. Сначала принятие, потом дальше спокойствие в сердце, потом доброта к мужу. Ну, так получилось, все, судьба у него так сложилась, ничего страшного. Доброта, очищается память светлая. Что значит, ты вспоминаешь все, что хорошее было, у тебя чистота, спокойствие в сердце. Все, значит, тогда будет следующий. Светлая память дошла, дошла до светлой памяти. Значит, второй круг судьбы победил. Понятно? Третий круг судьбы, как победить? Опять надо свой экзамен сдать. Вступительный. Первый круг судьбы. Свой крест несем, принимаем судьбу. Второй круг судьбы. Доброта. Если будешь злиться на человека, не сможешь чистить ниточки. Только доброта. Принятие всего, что было. И третий круг судьбы, я вам сейчас объясню, пожалуйста, внимательно слушайте. Третий круг судьбы означает, что ты со всем согласен. Вот когда ты на третий круг судьбы идешь, ты идешь к чуду. Когда третий круг судьбы, чудо происходит. Прилетит ты в волшебник. В глупом вертолете, бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить. Ты наверно подарит ей подарок. Пятьсот. Ты с кем? Чудо происходит. На третьем круге судьбы чудо. И в это время, на третьем круге судьбы, девушка молится, чтобы муж вернулся. Он там уже с другой живет. Она молится, она верит в Бога. Она молится, чтобы муж вернулся. И на третьем круге судьбы, она должна свое желание, чтобы муж вернулся, подчинить воле Бога и сказать, Аллах, если ты хочешь, чтобы он вернулся, он вернется. Если не хочешь, он не вернется. Я подчиняюсь тебе свое желание. На третьем круге судьбы. Надо Бога поставить выше своей цели. И тогда все получится. Вот смотрите, если же девушка будет, по-любому он должен ко мне вернуться, по-любому, значит не вернется. Ты не сдашь экзамен. Потому что, когда ты проходишь третий круг судьбы, то у него, у другого человека в голове очищается все по отношению к тебе. Он уже не просто с тобой нормально разговаривает, а он уже понимает, что ты хороший человек. Но он может все равно сказать, я остаюсь здесь, потому что здесь уже маленький ребенок, я здесь нужен больше. Хотя я чувствую, что надо быть там. Но я остаюсь здесь. Можно так сказать? Но ты три круга судьбы прошла. Что это значит? Это значит, что в этот момент, как ты закончила третий круг судьбы, в этот момент, он сказал, я не возвращаюсь. И в этот же момент ты думаешь, ну тогда я буду одна. Нет, моя хорошая, поздно, он уже скачет. Как только третий круг судьбы прошла, этот не хочет, Бог сразу же дает следующего. Никогда задержек не будет ни на одну секунду. Вот девушка одна, потому что она не прошла три круга судьбы. Прошла все три круга судьбы, все скачет уже к тебе на белом коне, следующий экземпляр. Понятно? Поэтому все люди, какие люди несчастные, кто несчастный? Кто не проходит три круга судьбы? Ленивые люди, не хотят побеждать судьбы, поэтому несчастные. Понятно? Не знают, как бороться с помощью памяти о Боге, побеждать судьбу, не знают, как это делать. Поэтому они несчастные. Первый круг судьбы, я принимаю свой крест. Не отчаяние в сердце, а трудно. Просто сильно тяжело. Но спокойно, будем трудиться, начинаем молиться. То есть, как помогать своим детям? Перестать волноваться. Волноваться означает не принимать судьбу. Нужно в спокойствии слушать. И вот так вот превратить свое беспокойство в веру. Слушать и повторять. Слушать и повторять. Сначала о спокойствии, о сыновьях. Потом знание. На втором круге судьбы знание приходит. Что делать? Допустим, человек более больной. Первый круг судьбы – спокойствие о нем. Второй круг судьбы – сначала контакт идет с человеком. И плюс знание на втором круге судьбы. Что делать? Какого врача пригласить? Как победить? Даже без Олега Геннадьевича все получается. Сами будут догадывать. Ехать в Америку – не ехать. На третьем круге судьбы ты говоришь, Аллах, на все твоя воля. Молишься дальше. Или возвращается, Или Бог дает другого. В этом и в воле заключается. Ты не выбираешь, потому что он грешает. Но всегда тебе будет хорошо, когда ты пройдешь три круга судьбы. Это гарантия. Поднимите руку, кто прошел три круга судьбы и получил свое. Видите, вот есть смелые люди. Вот те все люди, которые это сделали, у них есть вера в Бога. У всех остальных нет. Что такое вера в Бога? Ты знаешь точно, что когда пришла трудность, тебе надо просто поработать, три круга судьбы пройти, и получи, и распишись. Все. Понятно? Система? Кто на пути идет? Кто первый круг судьбы прошел? Кто в два круга прошел? Отношения пошли, да? Все, восстановились. О, видите, два круга. Бывает. Думал, они невозможно. Раз, начали разговаривать. Все. А кто почувствовал, что уже и он меняется, человек? Вот, допустим, близкий человек пьет, пьяница. Вы знаете, что нужно статические упражнения, нужна вода. Вы уже знаете, что это блок на пятом слое статического напряжения. Но вы не можете ему помочь, потому что он ничего делать не хочет. Он хочет пить и сдохнуть. Что делать? Принять судьбу, кресло принять. Вот мой пинчугой. Я была в прошлой жизни, наверное, пинчугой. Теперь получила своего... Лучший мой подарочек – это ты. Получила свой подарочек. Все, приняла судьбу. Первый круг судьбы – спокойствие. Он приходит, мухой домой такой. А я? Или там? Гульчата! Все, лень. Осень! А вам спокойно. Он расстал, такой у него потекло там. Да, штаночка сняла. Иди, говорит, спать, ложись. А то сейчас еще повалится и стремит. Ковер не отмоем. Спокойно. Вообще без эмоций. Вот поднимите руку у вас, муж напивается, вам нормально, спокойно стало. Первый круг судьбы. Второй круг судьбы – это влияние. Ты второй круг судьбы начала промаливать. Ты ему говоришь, надо бросать пить. Он слушает тебя? Говорит, да, надо бросать. Но не может бросить. Но на второй круге судьбы уже ты можешь его водить в бассейн, ты можешь уже статику с ним делать. Если не хочешь ставить скотинок, бед, ногами вешай его. На инвенционный столб. Понятно? И на третьем круге судьбы он начинает уменьшать свое пьянство и бросает. Поднимите руку, у кого так все произошло? Нет, ни одного человека. Но все впереди у вас. Кто-то уже на втором круге. Даже уже на первом легче жить. Первый прошел, уже нормально, тем все нормально. Теперь, насколько это сильно работает. Мне в Москве пришла одна пожилая бабушка уже в возрасте. Говорит, я хочу убить себя, покончить жизнь с ним близко. Я говорю, почему? Она говорит, Олег Геннадьевич, не думаете, что я психопатка? Вот реально, я хочу убить себя. Она говорит, у нас, мы живем с сыном вдвоем. У нас такой дом, что сначала прихожка и кухня там, потом дальше моя комната, потом дальше его комната, по работе, как вот так все, три комнаты, весь дом, полдома точнее. Вот все, больше ничего нет. Он живет в последней комнате, я посередине, и он ночью включает громко телевизор. Я не могу спать, поначалу. Если я пытаюсь выключить, он начинает меня бить. Вот о днем, постоянно дебоширит, орет, ругается, живем на мою пенсию, работать он не хочет, все продукты забирает, в холодильнике жрет, деньги вытаскивает, у меня есть кошелька, все пропивает, нахрен. И все, и вот так уже много лет мы живем. Я хочу убить, у меня нет больше нигде, я никуда не могу ехать, у меня вот здесь только есть место, все. Я говорю, нормальное решение, нормальное. Можно, конечно, повеситься там, еще что-то. Но есть вариант один, можно попробовать. Она говорит, Олег Геннадьевич, если есть какой-то выход, давайте я буду. Я говорю, три круга судьбы. Молимся. И все я объяснила. Я говорю, первый круг судьбы пройдете, приходите, доложите мне, чтобы я вас поддержал. Она говорит, ладно, буду пробовать, пошла. Проходит несколько месяцев. Она приходит, говорит, Олег Геннадьевич, спокойствие в сердце появилось. Я уже даже при громком телевизоре понемножку сплю. спокойствие появилось. Потом второй круг судьбы. Она приходит, же такая веселенькая. Говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я ему говорю, что надо меньше пить. Он слушает меня. Говорит, я хочу, но не могу бросить. Третий круг судьбы пошел. И я все говорю, как на каждом круге, как настраиваться. Она идет в период, такая решительная. Прошло где-то 7-8 месяцев. Она приходит ко мне и говорит, представляете, Олег Геннадьевич. Я когда почувствовал, что все, уже отношения есть, все нормально, он приполз ко мне на колени, взялся мне за ноги, трясется, говорит, ты святая, я грешник, прости меня. Он такой трясет, прости меня. Перестал пить, перестал включать телевизор, потом пошел работать, все. Себе спасла жизнь и сыну спасла жизнь. Классная система? Я просто вам крайний случай рассказываю, что даже, даже если тебя съели, то есть два выхода. есть возможность есть, побеждать судьбу. Один молодой человек возвращал жену. она ушла к другому, у них ребенок, он такой очень порядочный, я говорю, хочу вернуть жену. Я говорю, ну, найди себе получше, такой красивый, молодой, она дура. Зачем она тебе нужна? Нет, я хочу вернуть жену. Я говорю, хорошо, три круга судьбы, поехали. Сначала прими, вот она живет с другим, прими, не думай, что потому что ты хуже, просто так судьба есть. молиться. Первый круг судьбы пришел, спокойствие в сердце. Второй круг начал с ней дружить, общаться. Она начала даже с ним советоваться, как себя вести с тем человеком. Если ему, ей плохо, она ему звонит, говорит, слушай, расскажи мне, что не делать. Он там, вот это, мне все так вот себя ведет, он раз, говорит ей, чтобы помочь ей. А он меня спросил, а помогать ей, вот советовать, чтобы лучше у нее было. Я говорю, конечно, советовать. Он говорит, да как же она тогда ко мне, не свое дело. Дело все, как я говорю. Советовать начал к нему. Все, установился контакт. Я говорю, все, переходишь на третий круг судьбы. Пошел третий круг судьбы, у нее мозги начали меняться. Она ему говорит, ты лучше, чем он. Я зря от тебя ушла. Ты уже все, пошел третий круг судьбы, чистится. И он говорит, а что, как это все произойдет? Я говорю, она к тебе придет, советоваться, и попроси ее приготовить что-нибудь, покушать. Потом она у тебя останется. Дай ей себе послужить. помоги ей, включи ее. Она пришла, такая уже сидит, не знает, как остаться. Он говорит, приготовь ее, покушать. Пошла готовить, потом осталась. И все. И потом они вместе пришли меня благодарить. Даем. Какие у вас вопросы по молитве? Да? Олег Геннадьевич, я хотела вам сказать большое спасибо. Вот сегодня у меня есть к вам один вопрос по поводу того, что в моей жизни были детские сексуальные домогательства. От отца моего, получается, он был, у моего папы начальником, он был на много лет его отнош. И получается, приблизительно с возраста 5 лет, он постоянно, когда мы оставались наедине, он... Начальник это, да? Да, он приставал ко мне, но мои родители очень близко дружили. И первые годы я вообще очень сильно боялась, ну, как бы, говорить даже кому-то, я просто как отбивалась, как могла. Вот. Потом, получается, мне было 9-10 лет, я сказала об этом своей маме, но мама, не услышав меня, просто сказала о том, что ты придумываешь, он тебя как родной дедушка любит, у него просто внуки далеко. Ну, и все это продлилось 11 лет, пока они не уехали. Ну, соответственно, на мою психику это очень сильно отразилось. И вот эту сегодняшнюю практику я делала на этом человеке. Конечно, лет 5 назад у меня было чувство, ну, что я просто ненавижу его, потому что... Принятие судьбы, сломал мне психику, да. Принятие судьбы, сначала понять, что не он вам сломал психику, а что вы просто жизни пытались насиловать детей. Да, вот это у меня было сложнее всего принять, что возможно в моих душевных качествах есть все то же самое. Ну, я хочу сказать, да, действительно, ваша методика работает, потому что последним, наверное, моим таким ощущением было это к нему жалость. Я почувствовала то, что он просто болен. Нет, сначала принятие судьбы. Да, да, у меня появилось... Потом дальше второе, это доброта, вот это жалость, это второй круг судьбы уже. Да, да. Вы на второй круг судьбы пошли. Да, вот у меня появилось вот это чувство, то, что я стала понимать, то, что все, что в моей жизни происходит, ну, значит, мне это необходимо. Это принятие судьбы. Да, потом у меня вот эта жалость к нему, ну, вот я даже не знаю, как описать, когда я стала о нем думать, ну, правда, это годы ушли у меня на это. Но, вот, в последние моменты я сейчас вот часто задаюсь вопросом, у меня какой-то к себе немножко какой-то где-то... Третий круг судьбы не прошли. Не прошла? Нет, два круга прошли. Видите, она говорит, все равно что-то осталось. Да, нет, у меня на себе вето, что неужели моя душа в такое могла совершить? Я не могу себя принять за это. Дальше надо молиться. Хорошо. Третий круг судьбы. Надо сказать, на все воле Бога, как Господь делает, как и хорошо. И пошла молиться дальше. Да. Все. Спасибо большое. 70 примерно, ну, на третьем круге вы уже около 70% судьбы победили, осталось 30, ну, чуть меньше 30. Я справлюсь? Конечно. Почему не справлюсь? Спасибо. Уже почти справлюсь. Спасибо. Так, еще вопросы у кого? Да, ваш вопрос. Почка. Я спросила, я вас прорабатываю отношения, можно сразу параллельно, или надо с одним закончить человеком, потом... Можно параллельно, но не за одну молитву. Вот вы... Одну молитву посвящать только одной теме. Вот села, промолила одну, на следующий день можете другое делать. Через день опять первое. И так вот, как бы... И всегда вспоминайте эту притчу про... про... это... шерсть, эту шкуру. Можно одну шапку сделать? Можно... Можно пять из одной шкуры? Можно пять? На пять пальцев потом ему принес пять шапочек маме. Одну шкуру дал, и пять шапок хочет. Не получится большие делать. Поэтому молишься за пятерых, значит, будет... Каждый день с одним человеком проработает, да? Да. Скажите, еще можно вопрос? Простите, у меня у дочери такой характер немного нервный, злой, не становится справляться с этим. Я вот молюсь. Принятие дочери сначала, первое принятие. Пошла молиться. Первый круг судьбы, она злится, вам спокойно. Второй круг судьбы, вы с ней по-доброму разговариваете уже и начинаете ее обучать. Когда с девочкой можно по-доброму разговаривать, она начинает развиваться, у ней разум включается. И третий круг судьбы, у ней меняется все. И параллельно статические упражнения бассейн, потому что всегда, когда разгражительность, это статическое напряжение. Дальше. Дорогой Олег Кеннадьевич, я хочу выразить вам особую благодарность, потому что у меня был тяжелый период, и я слышала вас. И благодаря вам у меня многое поменялось в жизни. И у меня такая ситуация, и такой вопрос. Я могу помочь с вами внизу? А человек, какая проблема? Ну, алкогольные обиталили. Ну, конечно, почему нет? Первый круг судьбы, молимся, спокойствие в сердце. Начало принятие судьбы. Я сама была такой, теперь получил такую судьбу, проглотить это надо. Объем работы вижу перед собой, тяжело. Начинаю молиться, спокойствие в сердце, первый круг судьбы. Второй круг судьбы, он приходит пьяный, я спокойный. Второй круг судьбы, я могу ему говорить, он слушает, что не надо пить. И в это время ты начинаешь его водить в бассейн, статические упражнения, а до этого сама начинаешь все это делать. Потому что, если ты делаешь статические упражнения, ему тоже передается это. Потому что, ты ему рассказываешь, я вот делала статические упражнения, это так классно, мне так нравится. Не надо говорить, дурак, делай статические упражнения, пьянь поганая. Нет, надо говорить, мне так хорошо, когда я делаю статические упражнения. Понятно? Про себя надо говорить. Не про него, а про себя. и у него постепенно будет всасываться эта информация все принятие судьбы есть теперь пошли в первый круг судьбы побежать память о Боге славим Бога принимаем судьбу, забываем про мыло славим Бога, спокойствие в сердце появляет через какое-то время потом влияние на него ниточка очищается он начинает вспоминать хорошее и забывает, что он пьет только хорошее о нем помню на третьем круге судьбы у него мозги меняются он бросает пить весь, вся программа примерно год и два месяца на все про все да добрый вечер Геннадий Семня недавно выявили а пластическую анемию что я должна делать как можно вылезти сначала принять судьбу твой плачет значит не принимает судьбу а пластическая анемия это на пятом слое статическое движение и токсины анемия означает кровотворение страдает это пятый психический слой костный мозг это, пятый психический слой liches там статическое напряжение блок и токсины блок статическое напряжение дает воспаление токсины не дают размножаться кровяным клеткам в воде сидим 28 градусов 70 минут начали сидеть учимся делать статические упражнения не можем если стоять 65 минут тогда сидим бабочки 65 минут пытаемся статическое упражнение делать статическое упражнение делать начала дальше как бодрительная там блока нету все равно надо чтобы потому что если не будешь ходить всасывание в организм пищеварения не включится глубоко вот и дальше надо баня вода парная вода лучше всего хаман потому что стадик плюс токсина это хаман и на зелени пост два с половиной суток до пятого слоя надо на на листе салата или шпината поститесь пьете только сок раз в три недели пьете 60 часов то есть это анемия означает четверг надо захватывать то есть среду во вторник покушали вечером среду на соки четверг на соки а в пятницу опять покушали с утра уже раз в три недели и вот такую практику баня раз в неделю можно взбавиться читать вода потом дальше парная потом заканчиваем пять водой методичку читаем длительное движение подвижное положение тела и на 5 слоев делаем иначе стоять 65 минут не сможем значит не вылечим и не имеют и через 7 месяцев такой практики в блоке прочтаете и у вас начинает лечиться болезнь у любой таблетки начинаете пить и все восстанавливается любое лечение которое может помочь и все пошло и параллельно можно молиться при кругу судьбы побеждать если это непреодолимая судьба вы считаете можно просто аскезами вылечить а если вы чувствуете что-то мешает значит еще и молитву можно так ваш вопрос есть болезни которые невозможно вылечить потому что там уже нет клеток они умерли поэтому можно допустим маму заставить правильно жить потому что сахарный диабет это статическое напряжение сильно это перегрев организма четвертый слой поражен сильно в основном статическое напряжение так сильно четвертом слой если она будет в воде сидеть статические упражнения делать больше зелени есть потому что зелень охлаждает организм и она не может поститься при диабете на воде может на зелени поститься двое суток 48 часов и это очистит ее организм у нее по крайней мере там слепнуть не будет почки не будут отказывать там ноги руки ангиопатии не будут гнить если она будет все это делать чтобы она начала это делать надо сначала первый круг судьбы потом второй понимаете но скорее всего уже диабет не вылечится но можно сильно слизить инсулин там и сделать так чтобы она более-менее нормально себя жила у меня есть одна знакомая на все эти практики делает у нее терминальный диабет терминальная означает все что должен ныреть а у нее нормально она все живет и в ней все лучше и лучше организм восстанавливается она уже 40 лет диабетом болит и у нее все восстанавливается пошло потому что все практики делается ваш вопрос да можно перед вопросом я кое-что скажу мы с мамой более 10 лет расслышаем насчет алкоголизма у меня папа пил очень сильно почти более 40 лет я с детства он перестал сейчас пить он вообще сейчас не пьет и очень прошла три круга судьбы да моя мама я считаю прошла что он поднимал я спрошу я поднимала мама я головой кивала это вам получается и я тоже не разговариваю тоже благодаря вам вы в 2017 или 2016 года вы приезжали в пешкет с мамой тоже сидели на семинаре и я вам задал вопрос про мужа и вы сказали не разводиться с ним сейчас у нас все хорошо то есть я тогда думала иди сюда стоять у нас после этого еще трое детей родились нормально а вот нормально здесь пешкетит как бы трое больше трое меньше да некоторые в один нормально а тут еще трое еще пять хотим молодцы вопрос вот женская братика у него альбер-кокос в печени и он два раза уже прообилирован и сейчас было видимо обострение сказать что ольбер-кокос на молотке заходит печени это четвертый слой там там у него у этого ребенка у него там все три блока и статическое напряжение динамическое и токсины вот и сейчас например нам врачи говорят либо надо полностью заменить печень в Индии да где вы такие операции либо можете просто на ремиссии очень сильные дозировки альбер-кокос после лекции подойдете с водкой ко мне я вам скажу какое растение носить что носить чтобы подавлять активность альбер-кокос это можно делать с помощью вот допустим косточки манго они могут воздействовать на печени посмотрим что я вам скажу какое растение чтобы им плохо было не что братьху было плохо а альбер-коку было плохо евреи знают как так делать когда жена не спит он говорит ты чего не спишь моя дорогая он звонит тебе и говорит Сара а что ты ночью звонишь сейчас сейчас скажу смотри моя жена тебе денег не даст не кладет трубку спи моя дорогая пускай теперь Сара не спит смотри ну мы знаем как это делать я попробую найти такое по молитве что вы мне руки тянете мы по молитве вопросы у нас Нет, по молитве, по теме лекции вопрос Да, девушка Вон, вон девушка По теме лекции, если нет, сейчас заберу Добрый вечер, Олег Геннадьевич Мне вопрос, сказали Три круга судьбы Ну пока, допустим У девушки ушел муж Погиб или Ушел другой женщина И пока вы произойдете принятие Она успеет сделать столько дел Которые не произнесет ей благо Но она будет молиться Все это делать или нет? То есть пока вот это принятие произойдет Она будет молиться или нет? Она слушает лекции Многие люди не молятся, ничего не делают Ну а как тогда вы можете? Только вы можете помочь себе Можно ли вопрос? Вам надо будет промаливать Три круга судьбы, чтобы ее Заставить лекции слушать Она слушает насчет лекции Тогда она начнет побеждать судьбу Если вы хотите другому человеку помочь Надо все равно молиться за него сначала Вы не можете его заставить лекции слушать В целом у меня есть много семинаров На ютубе у нас много семинаров Победы над судьбой Если вам интересна эта тема Продолжайте слушать В разных городах я читаю что-то новенькое всегда Они одно и то же Каждый раз я что-то другое говорю Слушаем, усваиваем материал, запоминаем И потом дальше, больше, больше И судьба начинает налаживаться Человек властелин своей судьбой А по времени сколько вы работаете? Сколько сможете Лучше всего не меньше 40 минут Меньше 40 уже Ну лучше всего 65 минут Это вот цикл Проходит Неподвижное положение тела Плюс молитва Спасибо вам большое Желаю вам всем мира Счастья, любви Здоровья Всего самого лучшего в вашей жизни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин